Вы знаете, есть одно место Священного Писания, но известно Евангелие от Луки, об этом же написано у Матфея, что когда приходит сильнейший и связывает того сильного, который в человеке, который в данном случае, в данном контексте, понятно, когда мы читаем это место Священного Писания, что это является демоническая зависимость. И приходит Иисус, он связывает этого демона и написано, изгоняет его, он берет его оружие, изгоняет его, то написано, что вот этот дух нечистый, он ходит по безводным местам земли, ища себе покоя. И однажды он подумает о том, чтобы посмотреть, а как живет тот, из кого он вышел, и который стал там написан чистым, выметенным, убранным и незанятым. Вот это слово «не занят», оно имеет в русском языке двойное значение, он как бы с одной стороны свободен, а с другой стороны он бездельник. И вот когда приходит этот нечистый дух, и он видит, что там все чистенько, то есть Христос простил, омыл своей причистой кровью, но человек бездельник, он ничего не делает, ни в служении, ни Христу, ни в проповеди, он просто как бы вот сидит, отбывает время, время на церковной скамеечке, условно говоря. И написано, что у него может быть есть дух осуждения, я так понимаю, что когда человек начинает судить, когда человек начинает как-то вот на все роптать и так далее, и так далее, то написано, приходит этот один, берет с собой семь злейших, и написано, такому человеку бывает еще хуже, чем было до этого. Поэтому я знаю, что если человек, он не прощает, он клевещет, он наушник, он сплетник, он поносит других, и при этом называет себя христианином, то есть величайшая опасность, чтобы вот тот, который однажды был изгнан, и однажды вот эта комната, этот дом был очищен от злых духов, что придет опять и возьмет с собой семь злейших, и такому человеку будет хуже. Поэтому не нужно играть с огнем, нужно служить Христу, быть ревностными. Для истинного христианина никакие силы тьмы не могут ничего с ним сделать, потому что дьявол ничего не может сделать с тем, что в нас живет Святой Дух, в нас живет Спаситель Христос. Но величайшая опасность скатиться в осуждение, в клевету и так далее, в ропот, в недовольство, и вот тогда есть, к сожалению, опасность быть опять одержимым нечистым духом.